Вашингтон определился с реакцией на высылку дипломатов из России до сентября. Пхеньян угрожает американцам ядерной атакой. Миф или реальность режима Чучхе? Готов ли Вашингтон нанести превентивный удар? Украина обиделась на Польшу. Почему в Киеве решили, что Варшава посигнула на Львовскую область? Кровавую луну удалось увидеть всего несколько часов назад жителям Европы, Израиля и России. Уникальное космическое явление и очень эффектное зрелище. Речь идет о частичном затмении. Луна окрасилась в красно-бордовый цвет. Такой оттенок ей придает тень Земле, оказавшейся между своим спутником и солнечным диском. Следующее лунное затмение ожидается 18 января будущего года. Оно будет полным. А 21 августа астрономы ждут еще одно затмение, но на этот раз уже солнечное. Но вернемся на землю. Вместо того, чтобы громко хлопнуть дверью, Вашингтон прагматично смотрит на отношения с Москвой и готов совместно работать над решением проблем. Такое заявление сделал государственный секретарь США Рекс Тилерсон. Глава Госдепартамента, по его же словам, договорился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о налаживании дальнейшего диалога в отношении спорных деталей. Встреча, напомню, состоялась 6 августа в Маниле, где проходит саммит ОСИАН. Мне показалось, что мы нашли понимание у госсекретаря и поручения нашим экспертам будут даны. В свою очередь подтвердил достигнутые с Тилерсоном договоренности Лавров. Между тем, стало известно, что Вашингтон подготовит ответные меры на высылку 755 сотрудников американской демиссии в России к 1 сентября. Тему продолжит Константин Рожков. Сам Рекс Тилерсон не стал пояснять, какие именно меры могут принять в США в ответ на высылку своих дипломатов из России. Вообще сложилось впечатление, что он не очень хотел говорить на эту тему в столице Филиппин, где проходил саммит министров иностранных дел стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на котором у него и состоялась двухсторонняя встреча с Сергеем Лавровым. Только вопрос журналиста заставил Рекса Тилерсона вновь проговорить вслух все то, что отравляло отношения двух стран все последнее время. Очевидно, что вмешательство России в выборы — это очень серьезный инцидент. Мы обсуждали это на встрече с министром Лавровым и пытались донести до них, насколько это важно и как сильно это навредило отношениям двух стран. Это породило атмосферу недоверия, и теперь нам нужно что-то с этим делать. При этом Рекс Тилерсон сказал, что не считает нужным идти на полный разрыв отношений с Россией из-за разногласий в одном единственном вопросе. Россию и США он назвал двумя большими странами, которым необходимо сотрудничать. Правда, все это звучало скорее как ритуальные фразы. Главное было уже сказано — США ответят России на высылку дипломатов. Вопрос — каким образом? Есть несколько путей, по которым может пойти правительство США. Первый — усилить давление на Россию с ужесточением санкций. Это, в частности, приведет к еще большему усложнению процесса запуска будущих энергетических проектов между Россией и Европой. Другой путь — зеркальная высылка российских дипломатов и консульских работников из Америки, как это сделал Барак Обама. Второй сценарий мне кажется более вероятным. Администрация президента может принять решение о введении новых мер, но в то же время они могут и не ответить. Я думаю, что Белый дом решил отложить решение на месяц и тщательно подумать над этим. Если это действительно так, то трудно предположить, какими могут быть ответные шаги. Сергей Лавров не стал заострять внимание на возможных ответных мерах Соединенных Штатов. На встрече с журналистами он заявил, что увидел заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога. Ну а что касается высылки дипломатов, то это, что называется, сами напросились. Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что Соединенные Штаты все-таки не пойдут по пути конфронтации. Но, к сожалению, русофобская настроенность членов Конгресса помешала этому сбыться. Рекс Тилерсон и Сергей Лавров вели себя так, как, наверное, могли вести себя дипломаты в сложившейся ситуации. Говорили, мол, да, отношения у нас переживают не лучшие времена, но надо же что-то с этим делать. Вопрос, что именно, учитывая, что, как показали, например, последние антироссийские санкции, внешнюю политику в США сейчас определяют не столько Госдепартамент или Белый дом, сколько Конгресс. А в Конгрессе в последнее время о дружбе с Россией не заикаются. Россия для Соединенных Штатов остается противником. Где-то наши интересы сходятся, и, наверное, было бы лучше, если бы отношения между странами наладились. Но сейчас это не так, и все по вине Владимира Путина. На мой взгляд, есть несколько вещей, которые должны были быть сделаны еще при администрации Обамы. Например, мы должны налчать поставки оружия Украине. И я призываю к этому президента и его администрацию. Госдепартамент взял паузу до 1 сентября, до этого времени обещав подумать над тем, какими могли бы быть эти ответные меры Соединенных Штатов на сокращение своих дип-миссий в России. Впрочем, каким бы решение в итоге не было, понятно, между чем придется выбирать. Либо ответить Москве, и, значит, еще больше обострить отношения, либо не отвечать. Но тогда дать возможность еще раз обвинить администрацию Дональда Трампа в чрезмерных симпатиях к русским. Константин Рожков, Владимир Бадиков, RTVI, Нью-Йорк. Мэрия Чикаго подала в суд на Министерство юстиции США. Городские власти считают незаконными угрозой администрации Дональда Трампа прекратить финансирование городов-убежищ. В иске утверждается, что по закону правительство не может принуждать Чикаго отказаться от политики по вопросам иммиграции. В мэрии рассчитывают, что федеральный суд запретит администрации Трампа перекрыть федеральное финансирование ряда программ. Речь, в частности, идет о грантах, выделяемых из фонда по борьбе с преступностью. Минюст США уже отреагировал на новость о подаче иска. Как говорится в сообщении, ведомство в прошлом году в Чикаго было убито людей больше, чем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе вместе взятых. По мнению Министерства юстиции, мэр города должен озаботиться этой статистикой и перестать тратить свое время и деньги налогоплательщиков на защиту иностранных преступников. Северная Корея угрожает США ядерным ударом. Пхеньян отвергает резолюцию Совета безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР и считает документ нарушением своего суверенитета. О кризисе на корейском полуострове Денис Малинин. На саммите стран Юго-Восточной Азии делегацию Северной Кореи встречают десятки телекамер. Кризис вокруг корейского полуострова выходит на новый уровень. Официальный Пхеньян заявляет, что не пойдет на уступки США и продолжит свою ядерную программу. Только что мы четко изложили нашу позицию и дали понять, причина нынешнего кризиса на корейском полуострове – это Соединенные Штаты. Если не будет прекращена агрессивная политика США, мы никогда не уступим. За несколько часов до этого Центральное телеграфное агентство Кореи передало сообщение. Новый пакет санкций Совбеза ООН Пхеньян рассматривает как нарушение суверенитета. За пакет санкций проголосовали 15 государств, в том числе США, Россия, Китай. Дональд Трамп решение Совбеза встречает одобрительным твитом. Официальный представитель Вашингтона называет экономические ограничения беспрецедентными. «Резолюция – это сильный шаг для того, чтобы привлечь к ответственности КНДР. Совет безопасности решил усилить давление на Пхеньян. Цена, которую руководство Северной Кореи заплатит за продолжение ядерной программы, будет означать потерю третьей экспорта. Страна не получит валюты. Это самый строгий пакет санкций». Новые санкции ограничивают экспорт угля, стали, железа, морепродуктов. Это самые чувствительные для Северной Кореи статьи. Запрет коснулся и других стран. Партнеры КНДР за рубежом теперь не смогут открывать совместные предприятия и увеличивать число сотрудников из Северной Кореи. На решение Совбеза Пхеньян отреагировал нервно. КНДР отказался от переговоров с Южной Кореей. Предложение Сеула там назвали неискренним. Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал стороны проявлять сдержанность и найти дипломатическое решение. Однако Пхеньян уже пообещал Вашингтону достойно ответить на ужесточение санкций. Денис Малинин, телекомпания RTVI. Продолжаем паспортный скандал между Киевом и Варшавой. И речь не о неожиданном появлении в Польше Михаила Саакашвили, лишенного украинского гражданства. О нем чуть позже. Итак, в 2018 году польские власти намерены выпустить паспорт в новом дизайне. И на его страницах, среди прочего, планируется разместить изображение Лычаковского кладбища во Львове. Это так называемый мемориал Орлят, в центре которого расположена часовня, а по бокам захоронения. Орлятами названы участники боев против войск Западноукраинской Народной Республики и против большевиков. В основном это были поляки. Кроме того, на кладбище похоронены летчики-добровольцы из США и военные советники из французской миссии, сражавшиеся на стороне польских войск. Намерение Варшавы вызвало возмущение Киева. Мин Украины вызвал посла Польши Яна Пекло и вручил ему ноту протеста. В сообщении министерства говорится, что планы польской стороны рассматриваются как недружественный шаг, что до исторических событий ведомцы считают, что оценивать их должны историки, а не политики. И вновь о Польше, Украине, политике и паспорте. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как ему, лишенному Петром Порошенко гражданства, удалось попасть в Варшаву. Он прибыл из США по украинскому паспорту. Показывая документ, Саакашвили заявил, что очень гордится им и не считает этот паспорт, цитирую, «игрушкой отдельных олигархов, которые могут его дать и забрать, которые могут его отменить, которые могут им шантажировать». Бывший глава Одесской обл. администрации также сообщил, что планирует именно с Польши начать европейское турне, в конце которого он намерен въехать на территорию Украины. В Тбилиси тем временем не отказываются от планов доставить экс-президента в Грузию. На родине Саакашвили проходит по целому ряду уголовных дел. Прокуратура Варшавы сообщила сегодня, что получила запросы от грузинского Минюста. В обращении содержится просьба сообщить, действительно ли политик находится на территории Польши. Кроме того, Варшавское бюро Интерпола получило от тбилисских коллег соответствующую документацию. Участницы группы «Пусирает» Мария Алехина и Ольга Борисова ненадолго оказались под стражей в Якутске из-за акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Девушки были задержаны на следующий день после того, как неподалеку от исправительной колонии номер один, где содержится режиссер, на мосту через озеро Сайсары развернули большой плакат с надписью «Free Сенцов» и зажгли фаеры. Алехина и Борисова были заподозрены в административном правонарушении проведении несанкционированного мероприятия. Впрочем, судья Якутского городского суда, куда их доставили, принял решение о возврате материала в полицию для устранения недостатков. Напомню, что Олег Сенцов в 2015 году был признан виновным в создании террористического сообщества в совершении двух терактов в Крыму и подготовке еще двух, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Режиссер был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Вместе с тем, 10 лет получил левый активист Александр Кольченко. Ни один из них вины не признает. Российские режиссеры, актеры, журналисты и писатели выступили в поддержку экс-гендиректора Гоголь-центра Алексея Малобродского, которого обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных денег. Деятели культуры просят освободить его из-под стражи на время следствия. Арест Малобродского они называют неоправданным, а все обвинения абсурдными. Открытое письмо подписали 38 человек, в их числе режиссеры Александр Сокоров и Павел Лунгин, телеведущий Владимир Познер, журналист Алексей Венедиктов. Малобродского обвиняют в хищении денег, выделенных на постановку «Сона в летнюю ночь». По версии следствия, средства украли, а самого спектакля не было. Защита настаивает. «Сон в летнюю ночь» уже пять лет идет в Гоголь-центре, был показан на различных фестивалях в России и других странах. Это уникальный случай, когда человек обвиняет в том, что он деньги украл, а спектакль не выпустил, хотя спектакль видели тысячи людей, он получал международные премии, идет сейчас в Москве, идет за границей. Это не вынесло душа, грубо говоря. При этом я бы отметил, что судью, который вынесло это решение, я хорошо знаю. Татьяна Васюченко – человек, который всегда принимает очень взвешенные и осторожные решения, поэтому без вмешательства сверху такое решение не могло быть принято. Сам Малобродский все обвинения отвергает. Его арестовали 21 июня, а 18 июля продлили содержание подстражи еще на три месяца. При этом даже в прокуратуре его арест назвали незаконным. Дело завели, что называется, задним числом спустя месяц после избрания меры пресечения. 9 августа Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на продление срока ареста. Мы прервемся на короткую рекламу и далее в нашем выпуске. Король Иордании в Рамале пощечина израильскому руководству или посредническая миссия Абдаллы II в урегулировании арабо-израильского конфликта. Скамья подсудимых, что и когда может привести Читуни-Таньягу в суд? Возвращаемся в информационную студию. Продолжаем. Швейцарский прокурор Карла Дель Понте объявил о своем уходе из комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии. Об этом она сообщила швейцарскому журналу Блик и добавила цитата «Я сдаюсь». 70-летняя Дель Понте, известная своими расследованиями военных преступлений в Руанде и Югославии, уже написала заявление об отставке и направит его в ближайшее время. Своё решение она объяснила бездеятельностью комиссии, в которой проработала пять лет. У нас нет абсолютно никакого успеха. В течение пяти лет мы бились о стену. Я сдаюсь. Государства в Совете Безопасности ООН не хотят справедливости. Я не могу быть в этой комиссии, которая просто ничего не делает. По словам Дель Понте, подготовив десятки докладов, представители комиссии так и не смогли попасть в саму Сирию. И пока Совет Безопасности ООН не создаст специальный трибунал по военным преступлениям в этой стране, вся работа будет бессмысленна, считает Дель Понте. Комиссию ООН по расследованию преступлений в Сирии основали в 2011 году. Её задача – выявлять нарушение прав человека в этой арабской республике. Визит вежливости или демонстрация поддержки короля Иордании впервые за последние пять лет посетил Рамалу, столицу палестинской автономии. В ходе встречи Абдаллы II с Махмудом Аббасом обсуждался ближневосточный мирный процесс, общая ситуация в регионе, а также отношение двух конфликтующих между собой палестинских движений – Фатха и Хамаса. Визит состоялся на фоне кризиса, вызванного с одной стороны инцидентом в доме охранника израильского посольства в Амане, с другой – волнениями вокруг Храмовой горы в Иерусалиме. Надо сказать, что иорданский король носит титул хранителя мечети Алякса, хотя Аббас и претендует на статус защитника мусульманских святынь города. Как утверждают арабские СМИ, итогом переговоров двух лидеров стало решение о создании совместной комиссии по Храмовой горе. Кроме того, сообщается, что Абдалла II заявил о праве братского палестинского народа на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом он подчеркнул, что в основе палестино-израильских переговоров должен лежать принцип двух государств для двух народов. Отмечу, что, к примеру, группировка Хамас полностью отвергает право Израиля на существование. Визит короля Абдаллы II и его встреча с Махмудом Аббасом происходят в очень важный момент, когда мы, палестинцы и орданцы, оцениваем приобретенный опыт противостояния израильским мерам против Иерусалимской мечети Аль-Акса и попытки Израиля изменить существующий статус-кво на Храмовой горе. Это важно для нас, принимая во внимание, что во главе израильского правительства стоит Беньямин Нетаньягу, и нам следует ожидать от него новых провокаций. Лидеры правящей партии Израиля Ликуд выступили сегодня в поддержку премьер-министра Беньямина Нетаньягу и пожелали ему, цитирую, благополучно пройти этот сложный отрезок пути. Бывший министр просвещения Гедеон Саар в своем заявлении призвал устанавливать виновность или невиновность премьера в суде, а не в прессе. Отмечу, что Саар считается одним из главных кандидатов на пост главы Ликуда после того, как завершится политическая карьера Нетаньягу. А с появлением нового свидетеля в полицейском расследовании о коррупции бывшего главы канцелярии Ави Хару финал «Дело тысячи» о том, что глава правительства получал подарки от бизнеса, становится непредсказуем. Подробности у шефа Ближневосточного бюро РТВ Евгения Савы. Все только начинается не только для премьер-министра Нетаньягу, но и для правящей партии и вообще для всей политической системы страны. Дело в том, что закон в Израиле действительно позволяет премьер-министру находиться и исполнять свои обязанности главы правительства, даже если против него будет подано обвинительное заключение, так как преждевременный уход премьер-министра означает досрочные выборы. И вот история с предыдущим премьер-министром Ихудом Ольмердом, который ушел раньше того, как против него суд постановил, что по некоторым делам он оказался невиновен, показала, что он не мог уже вернуться в кресло премьер-министра. И вот сегодня многие министры, правящие партии Ликуд, говорят открыто премьер-министру Нетаньягу, даже если против тебя будет подано обвинительное заключение, ты должен остаться на своем посту и не повторять своего предшественника, то есть то, что произошло с Ихудом Ольмердом. Но нужно сказать очень важную вещь. Многие министры, многие политики все равно понимают, что рано или поздно общественность получит какую-то новую информацию в этом деле, особенно с учетом того, что, как вы правильно заметили, Ариару, бывший глава канцелярии, подписал сделку с правосудием. Более того, он даже получил сегодня разрешение вылететь за границу. Это довольно несвойственно для государственных свидетелей. Некоторые в полиции отмечают, что, возможно, он привезет из-за границы новые какие-то данные по этому делу. И вот когда он начнет говорить, а я напомню, в ближайшие два месяца действует в Израиле судебный запрет на свидетельские показания Ариару, и вот тогда общественность узнает, возможно, новые подробности. И тогда наверняка многие министры, в том числе в правящей партии и коллекционные партнеры Нетаньягу, заговорят совершенно иначе. Сам Нетаньягу говорить ничего не будет, потому что ничего не было. Да, конечно, мы не можем обойтись без скандала недели. Я хочу сказать вам, граждане Израиля, я продолжу игнорировать эту шумиху и буду продолжать работать для вас. Между тем, по данным израильских СМИ, юридический советник правительства Вихай Мандельблит принял решение выдвинуть обвинительное заключение в отношении Сары Нетаньягу, супруги и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньягу. С официальным заявлением на эту тему Мандельблит выступит в ближайшие дни. Сару Нетаньягу обвиняют в растрате сотен тысяч шекелей из государственного бюджета на личные нужды. По данным следствия, из бюджета, выделяемого на содержание Иерусалимской резиденции главы правительства, оплачивались электрик, нанятый на работы на частной вилле семейства Нетаньягу в Кейсарии, сиделка для престарелого отца Сары, а также организация семейных праздников и торжеств. Следствие по делу о подозрениях финансовой нечистоплотности семейства Нетаньягу продолжалось более двух лет, и в мае 2016 года полиция рекомендовала отдать супругу премьер-министра под суд. За это время канцелярия госконтролера обнародовала доклад, косвенно подтверждающий версию следствия. Расходы на содержание резиденции премьер-министра в тот период резко возросли. Сара Нетаньягу первая в истории Израиля супруга главы правительства, которая может оказаться на скамье подсудимых. Пожарные или поджигатели на итальянском острове Сицилия задержали 15 волонтеров, боровшихся с лесными пожарами в качестве дополнительной бригады. По версии следствия, на самом деле они намеренно провоцировали возгорание, чтобы потом получать деньги за тушение огня. За каждый час работы волонтеры получали по 10 евро. Предполагается, что после того, как преступники устраивали поджог, они или их родственники звонили по экстренному номеру 115. Полиции считают, что руководитель бригады даже пропускал свои смены, чтобы поджечь лес, возвращался на работу и дожидался там вызова. Власти заподозрили неладное после того, как выяснилось, что число природных пожаров, на которые выезжала бригада, примерно в три раза превышало среднее количество выездов по стране. Отмечу, что в Италии, так же, как и в других странах Европы, начало августа ознаменовалось аномальной жарой. На опенинах установились чрезвычайно высокие температуры. Воздух прогревается на 10 градусов выше нормы. Что ж, это были все темы, о которых мы успели вам рассказать. Продолжайте следить за развитием событий. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова